Всем привет, с вами Серж, и сегодня вы узнаете, кто такие ниндзя, мифы и реальность. Ниндзя, при этом слове у многих сразу предстает образ неуязвимого человека в обтягивающем черном костюме с маской на лице, прилетающего с крыши на крышу, творящего невероятные кульбиты и раздящего направо и налево своих противников, а затем исчезающего в никуда, так же, как и появляющегося ниоткуда. Образ, навязанный голливудским кинематографом. Кто же такие ниндзя на самом деле? Как и когда они возникли? Чем занимались? Что после себя оставили? Где правда, а где вымысел? Попробуем разобраться, опираясь на немногочисленные свидетельства. Исследования, предания. Известно, что явление это возникло в Японии, в 10 веке нашей эры. Ниндзя. Это прочтение по-китайски и японского номинования. Синоби-но-моно, сокращенно Синоби. Обозначает оно скрывающийся лесной демон, тройной человек. Представители данного сообщества изначально занимались сбором информации, шпионажем, диверсиями, секретными операциями в тылу врага, в том числе применяя взрывчатые вещества в пользу нанявших их вельмож. Это был основной профиль их деятельности. Реже и в крайнем случае заказные убийства. По современным понятиям это был, так сказать, наемный спецназ. Сообщество ниндзя носило клановый характер. Изначально это были объединения простолюдинов, преимущественно крестьян, но в них могли входить и представители иных сословий, например, самураи, принявшие их правила. С течением времени внутри этих сообществ стали возникать родственные связи. Так стали образовываться кланы ниндзя, жесткой внутренней иерархической дисциплиной. Специальную подготовку ниндзя-цу, ниндзя получали с детства. Эта система тренировок включала искусство шпионажа, умение скрываться, быть незаметным, методы подрывной работы в тылу противника, способность выживать в различных условиях, быть терпеливым и выносливым, владение своим телом, оружием и приемами рукопашного боя, а также психологический тренинг, направленный на мобилизацию внутренних ресурсов для выполнения своей миссии любой ценой. Поклонники кинематографического образа ниндзя будут, вероятно, разочарованы. В действительности ниндзя выглядели в преддневном свете, как простые люди, ремесленники, торговцы, крестьяне. Этого требовали основные правила их профессии – незаметность и скрытность, предполагающая необходимость слиться с толпой. Эти же правила заставляли ночью одевать одежду коричневого цвета с оттенками желтого и красного или серого приглушенного цвета. Только такие оттенки позволяли полностью раствориться в ночной мгле, тогда как черный костюм был виден в темноте. Кроме скрытности, ниндзя в своих действиях отдавали предпочтение тактике внезапности, атаки и засад в темное время суток с тыла, открытому противостоянию противнику. Очевидно, именно этим можно объяснить, приписываемое им обладание какой-то своей системой рукопашного боя, очередным мифом. Нет, такой системы не существовало, и ниндзя использовали джиу-джитсу того времени. Причем, учитывая характер их тактики, скрытность, внезапность, нападение и засад, близкость дистанции, а также то обстоятельство, что нередко действовать приходилось в ограниченных расстанствах, помещения, лесные заросли и тому прочее. Они делали упор на такие приемы этой борьбы, как удушение, нажатие на болевые точки, заломы рук, короткие удары. Этой же спецификой их работы объясняется покрой одежды. Она не была такой обтягивающей, как обычно показывают в кинобоевиках. Напротив, она была широкой и мышковатой, чтобы не стеснять движений. По этой же причине ниндзя использовали малогабаритное оружие, короткий меч, либо специальное оружие. Так, например, в арсенал бойца могли входить такие необычные экземпляры оружия, как лезвие, закрепленное ремнями на пальцах рук, кольцо с шипом на пальцы, серп с цепью и гирей, металлический веер из острых пластин, трубка, стреляющая ядовитыми иглами, и, наконец, известные опять-таки по голливудским боевикам знаменитые метательные звезды. Это не было изобретением ниндзя, как принято считать. С ними это оружие стали ассоциировать благодаря всем тем же фильмам. Что уж совсем разочарует поклонников киношных ниндзя, так это то, что они не носили маски во время своих операций. Ни в одном древнем наставлении ниндзя не предписывается использовать маски. Ни в одном упоминании о них не указывается на этот факт. Напротив, днем члены сообщества не должны были отличаться от окружающих и прикрывали лишь лицо полями соломенной крестьянской шляпы, а ночью они сливались с тьмой. Ни в этом, ни в другом случае маска была не нужна. Следует отметить, что ниндзя были как мужчины, так и женщины. И если цели их были одинаковые, добывание информации, то методы работы и приемы маскировки отличались. Женщины могли проникать в расположение противника, например, под видом гейш, а в качестве оружия широко использовались дяды. Как видим, это было хорошо организованное и подготовленное шпионское диверсионное сообщество, способное на многое. Тем не менее, реальные ниндзя значительно отличались от их кинематографического образа. И, к слову сказать, летать они не умели. Пик активности ниндзя пришелся на 15-16 века, период внутренней междоусобицы правящих классов средневековой Японии, и пошел на спад после установления в стране твердой централизованной власти. Окончательная эпоха ниндзя закончилась в конце 19 века, а в начале 20-го началось их восхождение уже в качестве легенды на экранах бурно развивающегося тогда кинематографа. На страницах романов легенды, овеяны слухами, мифами, вымыслами и обильно сдобренной фантазией кинорежиссеров и писателей, что и привело к созданию привычного нам образа, далеко не соответствующего реальности. Если ты хочешь видеть больше видео о ниндзя, то поставь лайк, напиши в комментариях, какими ниндзя представлял ты. Подпишись на мой канал и нажми на колокольчик. А с вами был Серж, до новых встреч!